Субтитры создавал DimaTorzok Именно из-за своих размеров А очень важно человека найти и понять, жив он или не жив Даже если не жив, все равно нужно человека найти В связи с тем, что насекомые, я вам уже говорила У них очень маленькие размеры, у них очень высокая проходимость Они могут передвигаться по полу, по стене, по потолку Причем хочу еще обратить ваше внимание, что если механический таракан Допустим, передвигался бы по стене или по потолку То в случае падения у него могли бы произойти нарушения в механизме И он бы мог выйти из строя В этом случае живые организмы совершенно уникальны Если они падают со стены или с потолка, для них это обычная жизнь Ничего не происходит, они переворачиваются и идут дальше Самое плохое, что может произойти, это помехи Возникнут помехи при передаче информации, которую они собирают Но, как правило, таракан такой будет спасительнее один Если проблема будет с одним, значит, эту помощь окажет другой таракан Так вот, также с помощью импульсов, которые мы даем под ножки, под усики Мы таракана направляем в труднопроходимые части завала И только на них еще устанавливаются датчики Которые реагируют в инфракрасном диапазоне на тепло человека Это очень важно, потому что Если существует небольшое повышение температуры в окружающей среде Это, возможно, там находится живое существо И еще одна очень важная проблема Которую, возможно, только тараканы могут решить Может быть, даже не различные виды жуков, а именно тараканы Это ликвидация последствий после атомных аварий на атомных электростанциях И исследование экологической обстановки после различных экологических проблем Допустим, если произошел выброс излишней радиации в атмосферу Конечно, человек туда может прийти Но только в специальном комбинезоне И в любом случае находиться небольшое количество времени И всегда существует опасность для человека Тараканы, если вы не знали Они прекрасно выносят критические дозы радиации Они даже живут в атомных реакторах И прекрасно себя чувствуют Поэтому, если мы оснастим таракана необходимым оборудованием И запустим его в радиоакционно опасную зону Самое плохое, что может произойти Это выйдет из строя оборудование Таракан себя будет чувствовать прекрасно Вы спросите, почему же мы должны подвергать опасности тараканов? Почему же здесь нам нельзя использовать механизмы? А я вам отвечу Для того, чтобы сделать механического таракана И при этом управлять им Потребуется не несколько долларов Как в случае с живым тараканом или жуком Нам потребуется уже, может быть, сотни и тысячи долларов На каждого жука Но при воздействии агрессивной окружающей среды Кислоты Радиация Техника может выйти из строя Так вот, потеря нескольких живых тараканов И при этом оборудование, установленное на них Которое стоит несколько долларов Не так сильно стукнет по бюджету страны Как потеря армии механических тараканов Которая может стукнуть по бюджету В размере миллионов И даже нескольких миллионов рублей или долларов Поэтому экономически это очень выгодно Продолжение следует...